привет все любители остренького продолжаем обзирать ломики ножи максимально неудобные для целевого использования но зато максимально удобные для а впрочем даже не знаю и для чего потому что сегодня у нас на обзоре мегалом нож cold steel sr1 light и все что вам надо знать про этот нож что у него толщина обуха аж под пол сантиметра в метрической системе измерения ребят это мегалом причем выпускается две версии одна такая вот америка танта вторая по моему дроп point но это не точно и максимально ломовитый именно тантует потому что просто посмотрите на его кончик как говорит один мой хороший знакомый поднимать колодезные люки этим ножом одно сплошное удовольствие хотя лично я думаю что такого испытания он не выдержит очень соблазнительно был попробовать но нож куплен на свои кровные и ну прям совсем уродовать я его не буду потестируем его все-таки на более или менее целевой работе для ножа но давайте сначала немного скучных цифр я достаю свою электронную шпаргалку и рассказываю значит сам нож общая длина 238 миллиметров длина клинка 102 миллиметра в принципе вполне достойно для любых эдисе задач 8 chrome 13 лиден ванаде на клинке и граеврии на рукояти сделан нож в или на тайване толщина обуха 4 целых восемь десятых миллиметра ребят почти пол сантиметра вы посмотрите на эту мощь вы посмотрите на толщину замка друзья мои да весит конструкция сто семьдесят восемь грамм и пожалуй по цифрам все дальше нож на триадлоке ничего моем экземпляре нигде ни в каком направлении не люфтит из коробки но все что на заль про триадлок если прям сильно взять его в руку и сжать жай да то получается что часть ладони все равно немного поддавливает этот замочек и получается вот так я не знаю видно это на камере или слышно ну вот есть ему все силу в определенным образом сдавить рукояти начинается этот люфт это за счет того что замок начинает немножко отходить но опять же запас по прочности существенный никаких проблем нет открывать можно за шпиньки обоюрукое открывание но с такой-то массой лезвия инверционное открытие здесь происходит легко и чудесно рукоять рукоять друзья мои сделано конечно под либо большую очень руку либо под использованием перчатки вот мои 10 сантиметров если я упираюсь в передний упор то остается еще ну примерно сантиметр полтора у нас больше сантиметра на такой вот запасец по пальцам рукоять имеет достаточно займет технологичную геометричную форму поэтому в руке лежит не очень здесь нет плавных обводов таких как например у того же не знаю bush рейнджер какого-нибудь или что там у колдов такой более плавная более гладкая не суть перчатки как кайфово до держать голой рукой ну такое себе потому что опять же за счет размеров да здесь здоровенная такая вот ширина паза которая ну просачивается так вот между пальцами что когда его хватаешь не подушечка часть называется она просачивается вот туда и она достаточно остро и внутри опять же мы можем доработать надфилем но другой стороны зачем под перчатку отлично внутри внутри металлических металлических лайнеров нет то есть эта конструкция она вот чисто держится на прочностных характеристиках пластика поэтому у меня возникли сомнения что если мы действительно попытаемся дать сильную боковую нагрузку у нас с вами не выломает клинок из рукояти потому что граевой это граевари но боковые нагрузки боковые нагрузки традиционная для колдов лютая клипса под кодовым названием смерть карману я поступил очень просто я взял и отогнул если посмотреть здесь появился небольшой зазорчик и теперь на карман она залетает прекрасным образом из кармана слезает на не менее прекрасным образом чуть позже покажу как это выглядит закрытом состоянии нож выглядит вот так ну это здоровый такой опять же геометричный зовет прямоугольник по дизайну никаких вопросов не возникает cold steel есть cold steel все узнаваемо есть ну назовем это подпальцевая насечка на верхней части рукояти ближе к клинку но она бесполезная потому что здесь вот здоровенный здоровенный коромысло толстенная замка но скользкая и палец здесь не упирается все продолжает скользить несмотря на вот эти вот выемки так что касается ножа в поюзе не режет он от слова нифига да сейчас потестим немножко ну для начала давайте строганем и строганем мы брус да неплохо но и не идеально то есть для такой геометрии клинка в принципе ну режет и рубит стрёмно по пальцам все попасть ничего не лифтит достаточно легкая задача удовольствие от такой работы я не испытываю но тем не менее она имеет место быть давайте посмотрим что у нас будет по сырой древесине сучок проще срубить чем срезать но сырой попроще конечно сучок по порции очень страшно давайте попробуем более-менее мелкую работу на весу неудобно подрезает опять же друзья на весу такие вещи никто не делает потому что это травмоопасно тем не менее может чуть наковырять кстати про ковыряния никаких проблем вообще нет ковыряет с таким-то кончиком он достаточно эффективно так но тем не менее предлагаю немножко сменить ракурс закрывается он под своим весом тоже неплохо обязательно соблюдайте осторожно чтобы не сложить его ксенопальцы я делаю так я опускаю вниз слегка встряхиваю нож аккуратно складывается отогнутая клипса на карман садится прекрасным образом и не менее прекрасным образом с кармана слезает по звуку понятно что она немножко отогнута так друзья но тест на ремень безопасности я имитирую традиционно уже то как ремень пристегнут у нас машине и имитирую его блокировку вот нас ремень и вот ремень заблокировался я достаю нож и пытаюсь его отрезать а прям вот так вот в лоб а вот очень так себе кстати то есть конечно нож не режет попробуем еще раз что-то совсем печальный результат я перестегнул время немного по-другому потому что но я не удовлетворен тем что сейчас вот случилось-получилось дубль 2 попробую от себя резануть да так себе опять же можете посмотреть предыдущие тесты насколько ножи с менее ломовитой геометрии насколько они лучше справляются с этой ну назовем это чрезвычайной и важной задачей давайте попробуем я уже уверен в итоге попробуем резануть вот так на пальцах ну понятно протыкает протыкает режет очень неохотно даже точно справляются другие ножи очень легко это сделает не так с трудом другой вопрос что ему это и не нужно это ребят лом это нож для какого-то фана это нож для того чтобы испытывать чувство уверенности в сегодняшнем дне то есть у вас на карман такое шансы пережить зомби апокалипсис условно они у вас гораздо выше чем те у тех у кого такого ножа нет традиционно побрежу про вот эту точку по моему называется митсукадо которую ну при правке ножа на тех же самых мной любимых стержнях достаточно неудобно соблюдать сохранять да пусть она постепенно переходит теряет свою тату угол вот эту геометрия она сглаживается но это опять же если не заморачиваться за . если заморачиваться с брусками делать все правильно точить ее в двух плоскостях с соблюдением сохраняется геометрии то никаких проблем не будет сейчас предлагаю вашему вниманию еще несколько тестов такие ковырятельные дела немножечко еще построгаем перейдем конечно же к продуктам обратите внимание на то что из-за такой специфической ломовитой геометрии у ножа никаких проблем вот им с ковырянием нет и быть не может и что интересно я делал тест ножа колл стил тоже буш рейнджер и несмотря на название вот строгает дерево у существенно хуже нежели sr-1 light то есть вот этот нож который сейчас в кадре строгает лучше давайте проверим заточку после всех выполненных тестов нож не подводился не правился вот как есть после деревяшек так и режет бумагу и 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 как и и и и и и и основная нагрузка какая есть может только быть приходится как раз на эту точку не здорово но при большой необходимости оба этих ножа могут помочь вам в готовке тоже такой получился размер фракции конечно не очень мелко но опять же достаточно для того чтобы сделать салатик что в очередной раз подводит нас к мысли что любой нож даже самый неподходящий это все таки лучше чем отсутствие ножа в нужный момент ну и вторая наследство то что нож все таки максимально универсальный инструмент за что мы все лом от cold steel с вами был я ставьте лайк подписывайтесь пока